Специфику этого года, связанную с пандемией, за январь-октябрь он увеличился на 6% и вплотную подошел к 1,5 миллиардам долларов. Упрочение этой тенденции способствует работе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее сопредседатели Александр Новак и министр энергетики Королевства встречались в декабре в Верлияде и договорились в первой половине нынешнего года провести полноформатное пленарное заседание Межправительственной комиссии. Субтитры создавал DimaTorzok Тесно сотрудничают Российский фонд прямых инвестиций и публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии совместно в рамках созданной ими платформы. Они уже освоили 2,5 миллиарда долларов и сейчас прорабатывают дополнительно 12 проектов в самых разных областях. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сотрудничаем с Саудовской Аравией и в противодействии распространению COVID-19 прорабатывается вопрос об организации на территории Королевства третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник Ви» и локализации ее производства. Субтитры создавал DimaTorzok Мы тесно координируем наши действия в Саудовской Аравии на мировых рынках углеводородов, в том числе в рамках ОПЕК+. Что оказывает стабилизирующее влияние на нефтяные цены. Мы сотрудничаем с Саудовской Аравией, в том числе в рамках ОПЕК-ЗАИД, в том числе в рамках ОПЕК-ЗАИД. Условились также ускорить подготовку целого ряда документов, которые укрепят нашу договорно-правовую базу. Мы сотрудничаем также в рамках группы стратегического видения «Россия и Исламский мир», которая была создана несколько лет назад. В контактах между Россией и Организацией Исламского Сотрудничества. Эта группа стратегического видения проводит ежегодные заседания. Следующее заседание, по предложению наших саудовских друзей, должно состояться на территории Королевства. Мы рассчитываем, что обстоятельства позволят сделать это где-то осенью нынешнего года. Мы сотрудничаем в местах Руси и Исламского Сотрудничества. Мы сотрудничаем в Руси и Исламском Сотрудничестве. Мы подробно говорили о ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Она по-прежнему отличается сохранением конфликтного потенциала, и мы едины в необходимости предпринять шаги по стабилизации обстановки. Россия приветствовала итоги саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива, который состоялся 5 января в саудовском городе Аль-Уля, и на котором было провозглашено о восстановлении единства этого важного инструмента в регионе. Считаем, что решения этого саммита, который состоялся 5 января в Саудовской Аравии, будут способствовать созданию условий для продвижения инициативы об создании системы коллективной безопасности в районе залива, в том числе с учетом известных российских предложений. Северной Африки. Подробно говорили о сирийском урегулировании. Прежде всего, в контексте необходимости выполнения резолюции 2254 мы рассказали об усилиях, которые Россия предпринимает, в частности в рамках астанинского формата и на Женевской площадке, где продолжаются переговоры в рамках Конституционного комитета. , в том числе и сег от stipifs, гонки урегулирование реку Волгода. чтобы требовался на эту acho, астанинский microbes во мн theatrum л conclusion. По Ливии мы поддерживаем усилия ООН по содействию, завязыванию подлинно инклюзивного общеливийского диалога с участием всех регионов страны, с участием всех основных политических сил. В Ливии мы поддерживаем решение политических дел в этом городе. Делу не помогала затянувшаяся пауза с назначением нового специального представителя генерального секретаря по Ливии. Сейчас, вроде бы, этот вопрос будет решен в самые ближайшие дни, и рассчитываем, что это позволит нашим коллегам из ООН играть более конструктивную роль в этих вопросах. Мы приветствовали недавнее объявление о создании в Йемене нового правительства с участием представителей Южного Переходного Совета и ряда других политических сил. Мы приветствовали посредническую роль, которую сыграла в этом процессе Саудовская Аравия. Мы приветствуем усилия ООН, которые направлены на то, чтобы начать конструктивный диалог по политической проблематике с хусидским движением Ансарала. И в этой связи, конечно же, мы обратили внимание на то, что есть желающие сорвать этот процесс. Спасибо. Я имею в виду ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда 30 декабря, в тот самый момент, когда там приземлился самолет с членами нового правительства Яменской Республики. Мы настаиваем на объективном и всестороннем расследовании этого инцидента. Я считаю, что мы единой с Саудовской Аравией, что проблемы региона, не удастся решить полноценно, если не урегулировать палестинскую проблему на основе имеющейся международной правовой базы, в том числе включающей в себя арабскую мирную инициативу, которая была в свое время выдвинута королем Саудовской Аравии. Касались мы также и других проблем региона, в частности Ирака, Ливана. Договорились продолжить наши консультации по всем этим вопросам. Обмен мнениями, обмен оценками помогает нам лучше выстраивать линию по этим ключевым проблемам региона. Мы договорились на связи с этим ключевым проблемам региона. И это связи с этим ключевым проблемам, который помогает нам лучше выстраивать линию по правилам региона. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok